Сегодня в эфире. Вероника Кораблева, мама Димы, пострадавшего из-за проглоченных деталей от магнитной игрушки, уже больше года борется за их запрет на территории России. На днях она получила официальный ответ от Роспотребнадзора, суть которого сводится к тому, что ведомство не собирается ограждать детей от опасной игры. В чем главная опасность магнитных игрушек для детей, узнаете здесь, как сообщается в ответном письме, Роспотребнадзор в рамках своих полномочий направил в адрес Минпромторга и Евразийской экономической комиссии предложение по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза ТРТС-008-2011 о безопасности игрушек. Ведомство предлагает закрепить нормы магнитной безопасности игрушек, детали магнитной головоломки и собранная игра имеют сильное постоянное магнитное поле, на уровне установленных в Евросоюзе нормативов, 50 кг сил 2 квадратных миллиметров. Однако, как сообщила, доктору Питеру, Вероника Кораблева, ничего принципиального нового Роспотребнадзор не предложил. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в технический регламент ТРТС-008-2011 в Евразийской экономической комиссии могло пройти и без участия ведомства, потому что подобные предложения уже поступили в адрес комиссии. К тому же, если эти нормы действительно будут приняты, они не будут распространяться на сертификаты, выданные уже продающимся в России головоломкам. А значит, эта мера ничего не изменит. При этом ведомство самоустранилось от отзыва сертификатов в соответствии у игрушек, выданных с нарушениями, и проверки сертифицирующих фирм, разрешающих реализацию таких игрушек. Как в Петербурге спасают детей, проглотившим их о магниты, читайте здесь, напомним, в январе 2014 года Роспотребнадзор Москвы выпустил рекомендации, в которых призвал сертифицирующие органы отозвать сертификаты соответствия на известные магнитные игрушки, на накуп, на накуп, неокуп, неокуп, неотуп, неотуп, тетракуп, тетракуп, и другие. Тогда ведомство подтверждало, что постоянно получает жалобы на серьезные последствия для здоровья детей. Уже писал о том, как магнитная головоломка калечит и убивает детей. Последний трагический случай, который освещали СМИ, произошел в Норильске. Двухлетний ребенок умер, проглотив как минимум три шарика от игрушки. Несмотря на то, что подобные игрушки запрещены в США и Австралии, российские власти, в том числе правительство страны, в адрес которого регулярно пишет письма Вероника Кораблева, предпочитают, видимо, не обращать внимания на детские трагедии, нередко со смертельным исходом. Доктор Питер. Будь здоров и подписывайся.